Ой, да, раздавитель для масляной краски. Кисточку там не моем, не промахиваем, только берем жидкость для разжижения. Взяла жидкость, взяла беленьца, сделала сметанный замес, сметанный, то есть замешала-замешала краску, взяла голубеньца и полностью избавилась от белого шоуста вот этим цветом неба. Количество краски, которое ты кинешь на холст, должно быть таким, вот смотри, что я краски беру, должно быть таким, что когда ты мастихином захочешь ее придавить, там было что давить, чтобы было что придавить. Хорошо? Давай так. Нам нужно распределительно положить краску на холст, распределительно, уже эти пятна нас вообще не устраивают, распределительно уложить кистью лежачей к холсту, потом взять мастихин и эту краску придавить, а заодно и вымесить как бы. Вся лишняя краска формируется на краях, но я не давлю, да? Я просто растаптываю лишнюю краску, можно либо сюда сдать пока, либо на поливу. Вот такое нас интересует. Тихонько ем, без этих пухрявостей. Значит, брелы себе додави, они там валяются. Синенький, берешь розовенький. Проводишь здесь темнятину эту. Не сгорит. Да. И сначала потренируешься чуть ниже, раздавая идею краев. Сначала чуть ниже, чтобы просто потренировать ее. Когда с края сбрасываем, краску, с края мастихина сбрасываем красочку. Вот, заставляем краску именно с края сойти. Видишь, мастихин гнется, и это очень несложно сделать вот это вот движение. Вот так как наращиваешь? Потренируешь, да. Но лучше даже сначала потренировать в отражении, для того, чтобы чтобы прийти сюда и сделать уже точно. Вот эта гора? Да. Ты эту гору сейчас, вот эту гору рисуешь здесь, чтобы обучить руку. Потому что здесь все равно отражение. И ты видела уже, как отражение мы делаем? Да? Да. То есть, когда мы накидаем наверх, накидаем в середину, ну просто от середины, оттяпаем и опустим. Вот эта часть, это вот эта сейчас часть? То есть, здесь сверху еще должно быть вот где-то сантиметром. Давай так, ты сначала потренируешься здесь, а потом уже досмотришь. Потому что очень важно, что когда новичок начинает уточнять, он уточняет в пользу увеличения. Чтобы у тебя эта гора не сомкнулась и не съела все небо. То есть, ты сначала здесь натренировала это дело. Когда ты натренируешь и начнешь укладывать по яйцам необходимость уже каких-то брительное, бреющее мастихином создает идею ущелья. Есть такое? Угу. Вот. Идея ущелья то подбревая, то накладывая густоту. Вкусно? Угу. Потом уже на это придет желтый, розовый. И фрагментально останется теневая. А в основном появится освещенность. А теневая здесь раздавленно, мутно заляжет. Угу. Потом еще сверху придут белила снега. Прикольно? Классно. И этот же снег в тени и очень внятно различить это будет не равен он темный не равен снегу на свету. Ты видишь, что мастихин вытворяет, да? Режет, накладывает, убирает, сбревает. Угу. Давай, тренируйся здесь для того, чтобы потом положить здесь. Здесь я гору кладу, то есть не зеркально. Здесь ты учишься, Здесь ты просто учишься, да. А потом просто вот так вот смахнула и все стало отражением. Спасибо. Там свет достаточно плотный, да? Плотный. Единственное, что его чуть-чуть разбивает легкие тенистости. Докидаешь свет плотно, не дозамазывая, то есть сохраняя тональную и цветовую разницу одного с другим. Хорошо? Ну и желательно было, конечно, показать, что получилось, когда ты здесь делала. Вот. Еще не желательно было так глубоко заходить, съедать всю воду, всю голубизну воды. То есть отодвинешь вот таким образом и вытираешь тряпку. Снова чистой рукой заходишь и отодвигаешь. Продолжение следует... Кряпкой постоянно пользуемся. Бритости не использовала. Забыла про них? Использовала. Бритости тоже используем. Они когда все вместе, они создают содержание. Грязь разложат, а цвета смешивают. Получается грязевое пятно непонятное. Грязца. Есть грязь, а есть грязца. Пока это в формате грязцы, а не грязи. Голубой-коричневый даст зеленоватый оттенок темному. То есть если до этого мы с сиреневатым оттенком пользовались, то для зелени голубой-коричневый и зеленоватая темность. И тоже с отражением вместе. Есть там такое, да? Да. И есть там аж вот такое. После этого раздавить, раздавить и вытирать. Смотри, постоянно давлю и вытираю. Можешь прямо по моим следам поставить свои. И вверх, да, вы сказали, еще поднять вот это вот? Да, да, да. А здесь тоже получается, что должно быть? Ну да, желательно. Значит, чуть-чуть пальчиком оттолкнешь, а мастихинчиком, не брея, а раздавливая, уложишь. Та же красниночка, такая красноватость пятна, произведешь ее на вот этих вот местах. Ну а потом белый, и все станет нарядно и красиво. Единственное, что вот этот характер покажем. Что касается травы на переднем плане. А, ну во-первых, голубой-коричневый придет и сюда, заслонит чуть-чуть. И вот такой уползающей змейкой должен стать бережок. Уползающая змейка сразу создает эффект ухода в перспективу. Поэтому она нам нужна. Там оно слишком прижалось к низу, мы чуть-чуть отодвинем вот эту береговую от низа. Иначе будет не очень красиво, как на фотографии. А мы немножко отодвинем. Потом ты возьмешь на мастихин густоту. Желтый синий, плюс коричневый, все вместе. То в пользу одного цветика, то в пользу другого у тебя появится вот этот эффект множества. Появляется, да? Да. Потом сверху на это придет цвет цветков, чиркая, чуть-чуть подчиркивая в сторону. Вот так. Густятинка краски создаст эффект этих цветков без их прорисовывания. Хотя эффект такой, как будто бы их кто-то прорисовывал, правда? Да. Вот здесь я оставляю воду, пространство, и здесь я ухожу. Нет, здесь так не надо. То есть мы здесь съели часть воды, для того, чтобы не было вот так рассыпано. А здесь пусть останется как там. Просто чуть-чуть. Да. Давай так. Помнишь, я здесь сделал вот эту полосу, а потом ее придавил? Нет. Не решилось? Нет. Смотри, помнишь, вот это вот я сделал? Зигзаг. Тебе он еще понравился? И более темный. А потом взял и стал придавливать в вертикаль. И появилась идея отраженности, да? То же самое можно сделать и с белыми. Вот эти снега отраженные. И тоже раздавливая, загнать в целое, единое пятно, да? В том числе и темности. И тоже загнать. Может быть где-то вспомочь пальцем. Смотрим. Там снег на горах лежит очень раздробленными лоскутками. Они нам невыгодны. играем как будто бы мы рисуем этот пейзаж на неделю раньше когда снега было чуть больше и он лежал более цельными хорошо так художники обычно и поступают если им нужна цельность они мысленно возвращаются как бы это могло быть чуть назад Есть снег в тени, а есть снег на свету. Пока на свету почти не видно снега. Скорее вертикальные щели. У тебя они пока сильно горизонтальны. Смотри, какая здесь сердитая тень. Здесь тоже часть сердитой тени. То есть появился теневой и световой. И лоскутки снега менее лоскутно. Чтобы они собирались в некие цельные укладки. Укладки. Спасибо. Доброе утро. Это очень вкусно. Укладки. Укладки. По высоте, у тебя очень много по ширине. А там много по высоте. Смотри, все больше появляется теневая и световая. Спасибо. 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 . Спасибо. 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 Давай очень деликатный момент. Можешь тренироваться вот здесь, прежде чем класть туда. Чир-чир-чир-чир. Пошла туда. Да. Еще вопрос. По горам. Вот. Да. Смотри. Вот эти вот штуковинки. Да. Вот тебе лесочечек. Вот такое лесочечек. Хорошо? Угу. Добрый. А по пятно этому нормально? По цвету? Да. Да. Смотри. Они прямо создают орнамент с собой, да? Угу. Цельность. Хороша цельность? Да. Вот. То есть такие вещи надо один раз подглядеть и потом использовать в своих картиночках. Что это не только хлам, но и некая художественная структура. Ну понятно, что это я не отчитываю тебя. Это я просто сообщаю, какое мы здесь изобрели забавное действие. Мало того дырочки остались, да? И видно, что там просвечивается. Смотри-ка, как они здесь теперь. Правда? Тоже цельность, да? Помнишь, мы с тобой решили, что одно заслонит другое? Да. Тогда вот напишите номер, предупреждая, куда cold зима плохого цвета. Давай зима. Красава. Красава. Да. Прикольно, что оно разовито. Правда? Так что это не только синенькие настроения. Тем более это можно трактовать как свет, который сделал их более розовыми.